Всем привет! Я Владимир Виталиев и это новый выпуск прикладной экономики. Мы вам обязательно перезвоним. Эту фразу часто слышат люди, которые ищут себе работу. Реальный смысл этих слов объяснять не нужно. Причины отказа не всегда очевидные. Вас могут не взять на работу, даже если рекрутеру не понравилась ваша страница в соцсети. А какая разница работодателю, что у меня на странице? Это же мое личное пространство. Так думать нельзя. По данным кадрового портала HeadHunter, 84% работодателей анализируют страницы в соцсетях своих потенциальных сотрудников. Задайтесь вопросом, что заинтересует работодателя. Итак, первое, что нужно запомнить. Для многих работодателей страницы в соцсетях стали уже дополнением к резюме. По ним рекрутер может узнать не только ваши профессиональные качества, но и характер, привычки и образ жизни. Поэтому и смотрят аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме и в Твиттере. Там можно увидеть, как вы проводите свое свободное время, что читаете, с кем общаетесь, чем увлекаетесь. И сделать вывод, насколько вы разносторонний, коммуникабельный, конфликтный. Если вас нет в Фейсбуке, ВКонтакте или в Одноклассниках, то работодатель не будет на это негативно реагировать. Только если вы не планируете работать специалистом по соцсетям. Но правильно заполненный аккаунт может улучшить вашу репутацию в глазах работодателя. Зачем упускать такую возможность? Скажу больше. Иногда страница в соцсетях – это не только дополнение к вашему резюме. Она может полностью его заменить. HR-специалисты уверяют, что есть три пути поиска потенциальных сотрудников. На сайтах по поиску работы, через знакомых и в социальных сетях. Профиль, в котором указана информация о вашем образовании, предыдущие места работы, интересная информация, связанная с вашей профессией. Может заинтересовать потенциального рекрутера. И вас пригласят на собеседование, даже не зная, что вы ищете работу. Работодатель – это живой человек, а значит он субъективен. Всем все равно понравиться не получится. Но общие правила все-таки стоит запомнить. Это Александр Петрович. Он вносит свои данные из резюме в профиль в соцсети. И это правильно, потому что информация должна соответствовать. А вот Саше стоит меньше времени проводить в Инстаграме. За последние пять минут она добавила две фотографии и оставила три комментария. Такая активность может кадровику не понравиться. Он может подумать, что вы и рабочее время будете тратить на соцсети. Кстати, насчет фотографий. Есть мнение, что откровенные снимки, например, на пляже, могут стать минусом при проверке кандидата. Но HR-специалисты убеждают, что большинство рекрутеров не обращает внимания на подобные фотографии. Правда, если вы устраиваетесь на работу в школу, в полицию или госучреждение, то лучше удалить альбом из отпуска. А вот по Руслану сразу видно, что он юрист. Он подписан только на профессиональное сообщество и постит информацию только о работе. Если бы я хотел нанять юриста, я бы взял бы на работу Руслана. А вот на страницу к Жене я вообще не могу зайти. Она заблокировала доступ посторонним к своему профилю. Но это уже слишком. Я понимаю, если бы Женя скрыла личную информацию, но фотографии и тезисы выступления с конференции могла бы и не прятать. Даже видео, где Женя играет на фортепиано, стало бы плюсом. Работодатель бы увидел портрет успешного специалиста, увлекающегося музыкой. Кроме профиля важен и круг общения. Друзья и подписчики. Если у человека есть профессиональные контакты, значит он и в нерабочее время обсуждает рабочие вопросы и узнает для себя что-то новое. То есть развивается как специалист. Но есть и табу. На своей странице не стоит критиковать своего предыдущего работодателя. Потенциальному рекрутеру это может не понравиться. Не улучшит репутацию посты про политику или религию. Фанатиков вообще никто не любит. Представьте, если на работе один из коллег будет заводить бесконечные споры. И последнее. Не пренебрегайте грамотностью. В документах я же пишу грамотно, а соцсети никто не проверяет. Ошибаетесь. Безграмотный человек сразу вызывает отторжение. Подведем итог. Если у вас нет страницы в соцсетях, то ее желательно создать и правильно заполнить. Я вам в этом помогу. Для начала нужно ввести свои основные данные. Имя, фамилию, дату и место рождения. И ссылки на аккаунты в других соцсетях. Обязательно нужно указать, какую школу и какой университет вы закончили. Предыдущие места работы тоже нужно указать. Это будет интересно потенциальному работодателю. Далее. Расскажите о себе. Напишите о любимых книгах, фильмах, музыке, о своем хобби. Работать с разносторонним человеком приятнее. Теперь о фотографиях. Опубликуйте фото с конференций, сертификаты и дипломы, рабочие моменты. Все это будет рассказывать о вашем профессиональном развитии. Подписки. Найдите как минимум десяток профессиональных сообществ и подпишитесь на них. А там уже сможете найти людей с общими профессиональными интересами. Добавьте их в друзья, познакомьтесь. Возможно, кто-то из них станет вашим будущим работодателем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова